Сегодня, ребят, я нашёл новую лютейшую имбу, и это Мамонт. В данном видеоролике проходит конкурс на контейнер. Всё, что вам нужно сделать, это поставить лайк данному видеоролику, подписаться на канал, а также указать свой никнейм в комментарии под данный видеоролик. Победителя я выберу случайным образом и оглашу в следующем видеоролике. Ежяра, поздравляю тебя, короче! И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня мы продолжаем серию наших любимейших видосиков по нашим новым овердрайвам. Сегодня у нас новый овердрайв, новая имба, которую я нашёл вчера поздно вечером, можно так сказать. Я даже в какой-то степени сильно удивился, что реально данный овердрайв тянет. И сегодня у нас будет видеоролик по нашему Мамонту. Почему именно таки Мамонт? Почему он нагибает? Где он нагибает? Что он нагибает? Что он делает вообще в принципе в своём нагибе? Чем он уникален? Сегодня об этом всём. Мы поговорим об этом всём. Я сегодня всё расскажу, покажу, возможно даже расскажу какие-то лайфхаки определённые на данном овердрайве. В общем и целом, сразу же могу с уверенностью сказать, что это лютейшая имба в одном определённом режиме, в котором, к слову, я прямо-таки сейчас нахожусь. Ну и перед моим рассказом давайте прямо-таки сейчас прожмём все палец вверх, поставим лайкосик на данный видеоролик, подпишемся на канал, если вы ещё вдруг не подписаны. Потому что наше количество определённо тянется к нашей любимейшей десяти тысячёвочке. Поэтому давайте поддержим меня за мои старания. Я думаю, что в принципе овердрайвов ещё много. Я более чем уверен, что ещё будет много видосов, в которых я буду рассказывать про данный овердрайв. Возможно, какие-то секреты определённые рассказывать. Но сегодня у нас Мамонт. Так в чём? В чём суть данного Мамонта? В чём его уникальность? Это, конечно же, тот лютейший корпус, который может принимать бесконечное количество урона со своим именно-таки овердрайвом в течение десяти секунд. И, конечно же, данный овердрайв нагибает в определённых режимах. Можно его использовать как в штурме, так и в регби. Но, если сравнивать данные два режима, то я здесь, конечно же, останавливаюсь на регби. Вчера я поздно вечером на стриме покатал немножечко на Мамонте. Понял, насколько это крутейший овердрайв и как его легко можно использовать в данном режиме. И сегодня, конечно же, приступил к записи видеоролика. И считаю, что если в определённых картах бывают определённые, ну, невезения явно там, либо карта чуть-чуть большая, либо вас там респят, нагибают, то в большинстве случаев данный овердрайв просто творит такие чудеса. Ты просто находишь нужный тайминг, уходишь ближе к доставке именно-таки данного мяча и без разницы, сколько бы там танков не было, пусть там 5, пусть там 10 танков будет, вы всё равно поставите данный мяч. Тем самым накопите ещё где-то 70-80% для нового уже овердрайва и продолжите опять нагибать. Но давайте не будем много балаболить, давайте попробуем сейчас прямо-таки уже ворваться и поставить данный мяч, потому что я вижу, что наш парниша уже пытается поставить его. Есть определённая неплохая уже зона для доставки, у него 0 хп остаётся, берёт он на меня, скидывает, видит, что у меня имеется овердрайв. Ну и теперь делаем просто вещи, прожимаем овердрайв, есть тут мамонт, который попытался меня также заблокировать, но явно у него здесь ничего не получится, или же он с корпусом сыграет. Ну немножко грамотно сыграл данный игрок корпусом, чуть-чуть разворачиваемся и ставим. Просто за счёт овердрайва, просто за счёт овердрайва мы поставили данный мячик. Даже при том раскладе, то что мамонт из противоположной команды попытался немножечко меня так задефить, сделать так, чтобы у меня не получилось доставить данный мяч, но у меня всё равно всё вышло, всё равно всё получилось, и даже при тех раскладах, когда вас пытаются блокировать, вы можете в любом случае объехать противника и спокойнейшим образом за счёт данного овердрайва поставить мячик. Как вы видите, я только что прожимал овердрайв, у меня уже после доставки имеется 7-10%. Сейчас мне стоит просто сделать парочку киллов, но я думаю, что даже данный мяч можно будет поставить без овердрайва, хотя тут противник едет, давайте лучше сыграем наверняка, давайте, блин, на верочку хотел сыграть, но чуть-чуть не получилось, с рельса прилетела, плюс сзади ещё парниша накинул мне немножечко урона, но наши пацаны поставили, и это меня, конечно же, не может не радовать. Суточка процентов у меня уже имеется, я вижу зону выпадения нашего мяча, газую прямо-таки туда, потому что овердрайв у меня имеется, мне для данной карты остаётся только чуть-чуть протянуть вперёд мячик, и уже смело прожимая овердрайв, я буду уверен на 100%, что я смогу поставить его. Вот давайте просто чуть-чуть газуем, здесь можно уже, в принципе, смело включать, потому что 10 секунд мне явно хватит, чтобы дотянуть данный мячик, здесь диктатор попытался чуть-чуть заблокировать, мы его даже так спокойно сливаем, спокойнейшим образом ставим данный мячик, 48% для нового овердрайва у меня уже имеется, даже 60% уже имеется, 3-1 спокойнейшим образом мы ведём, плюс ко всему этому на изи-каточке, просто на такой легчайший у вас набирается большое количество опыта, и сейчас я отресплюсь, доеду до мяча, и у меня уже будет следующий овердрайв. Вы просто чекайте, насколько легко делать такие прекрасные имбовые вещи на данном амоте. Да, к слову, данный овердрайв не будет работать на больших картах, то есть, условно говоря, если вас будут закидывать на какие-нибудь Бреста, там ещё, может быть, на какие-то большие карты, типа там, Магистрали, то вам будет явно не очень комфортно играть на данном корпусе, у вас будут в какой-то степени определённые проблемы, вот сейчас не было овердрайва, а был бы овердрайв, я был 100% уверен, что я бы успел бы поставить здесь мяч, поэтому данный Мамонт более актуален на таких картах, как Песочек, Сандал, Кёльн, даже вот на том же Александровске, да, в какой-то степени бывают не совсем удобные моменты, но всё равно вы будете успевать, вы будете ставить мячи, тем самым вы будете вносить большое количество импакта и нагиба в свою команду, сейчас я немножечко глупо сыграл, здесь Мамонт, конечно, меня нагнул, можно было чуть-чуть откатиться, чтобы не получить такое большое количество урона, и тем самым вы постоянно, постоянно в плюсе, постоянно в нагибе, и я за вчерашний вечер ни одной катки не закончил, ни на первом месте, это просто лютейшая имба, которая работает везде, везде в данном именно таки режиме на регби, возможно, можно было бы ещё использовать данный Мамонт в штурме, сегодня я думаю, что даже мы на стримах попробуем это сделать, стримы у нас, к слову, ребят, проходят в 10 часов по московскому времени, но и также в последнее время у нас получается ещё постримить днём, где-то в районе 3-4, поэтому обязательно, если вы любите приходить на стримы, то обязательно советую вам посещать их и получать какие-то новые советы от меня, какие-то, может быть, вещи новые для себя узнавать, ну и вообще красиво и интересно проводить время, давайте попробуем пикнуться ещё в одну карту в данном режиме, надеемся, что не будет какой-то большой карты, я вам сумею показать ещё больше всяких интересных движений на данном Мамонте, закидывает на Йоршир, не сказать, что совсем большая карта, в принципе, шансы доставлять здесь мяч также имеются, единственный момент, это надо быстро накопить каким-нибудь магическим образом овердрайв, мяч я уже вижу, сейчас мы его, конечно же, подберём, если бы сейчас овердрайв упадал, было бы просто шикарно, но он у нас, к нашему несчастью, не падает, но здесь мы, конечно же, первый килл уже делаем, возможно, стоит немножечко подождать, либо же просто порашить, может быть, там и не будет большого количества противника, и мне удастся здесь доставить мяч без овердрайва, было бы, конечно же, шикарно, если бы у меня бы это получилось, и, к слову, ребят, конечно же, если выбирать по дроном, да, то я бы всё равно остался бы на бустере, не менял бы я бы данный дрон, потому что всё равно вам нужно будет быстро набирать новые овердрайвы, плюс в каких-то моментах даже лучше быстро слить противника за счёт своей ддшечки, поэтому бустер здесь, как по мне, намного-таки лучше подходит, нежели любой другой дрон, да, то есть можно было бы даже использовать тот же драйвер, но я не вижу смысла серьёзно в этом драйвере, я вот не вижу смысла, многие ребята там говорят, вот, блин, драйвер для овердрайвов, это крутая тема, быстро вы там всё будете с ним нагибать, у вас быстро будут новые овердрайвы появляться, но зачастую, ребят, это, ну, не работает, ну, явно не работает, лучше, как по мне, вносить больше урона, вот сейчас вы видели, как я не поставил мяч, да, был бы овердрайв, это была бы легчайшая просто доставка, но я смотрю, что у меня уже приближается время к первому моему овердрайву, сейчас стоит просто взять быстренько мячик, и я думаю, что можно будет уже открыть счёт за 2 минуты, можно будет уже прямо-таки сейчас открывать счёт, а дальше уже смотреть на зоны нашего мяча, то есть где он будет выпадать, постоянно контролить данные движения, вот сейчас за счёт бустера спокойнейшим образом просто сносим, главное, чтобы сейчас наш тиммейт не делал какие-то глупости, а просто выдвигался на доставку данного мяча, потому что у меня-то овердрайв уже имеется, давай, парень, сливайся, хорош, есть, блин, нитры только нету, вот это немножечко некрасиво, но это прожимаем овердрайв, здесь меня попытались немножечко так заплакировать, ну и спокойнейшим образом за счёт нашего овердрайва двоих противников мы уничтожаем, плюс у нас становится такое вот бессмертие, ну это просто годмод, да, то есть условно говоря, если годмода ещё уносится, хп, да, то у меня оно вообще не снимается, и даже мне данный тиммейт писал, ставь, овер прожимает, то есть как бы, ну, он прям шарит, он прям знает, что я должен был сделать в этой ситуации, и вот вы видите, я респуюсь, и у меня уже 70% от нового овердрайва, сейчас мы подберём мячик, спокойнейшим образом, ну ладно, тут наглый гром, этот парниша, который меня учил играть, подбирает мячик, давайте попробуем подсаппортить его, к слову, мне было бы неплохо, если бы я бы сейчас здесь пару кильчиков бы намутил, и за счёт этого потом бы и поставил данный мячик, здесь титан как раз отъезжает от зоны своего купола, можно было бы его здесь забрать, заберём, блин, я мажу, очень много мажу, если бы я бы сейчас попадал бы, этот парень бы вообще не уехал бы никуда, я бы спокойнейшим образом забрал бы данный мячик, и смог бы доставить его, ну ладно, у него есть в принципе небольшой шанс на доставку данного флажка, он там прожимает на себя этот куполочек, не знаю, был ли смысл вообще прожатия данного купола, но я смотрю, что наш тиммейт уже так же переодевается на мамонта, понимает, насколько он здесь может быть полезен, они обратно возвращаются в свой купол, у меня соточка уже к слову имеется, и мне надо было бы сейчас как-нибудь здесь аккуратненько сыграть, уничтожаем здесь противника, вижу мамонта, который прожимает овердрайв, давайте сыграем уже на блок, сыграем на блок, не дадим поставить ему данный мячик, потому что в какой-то степени не всегда получается, ну, использовать его именно таки в целях атаки данный овердрайв, давайте скинем мяч, я даже что-то думал, что мяч у меня не у меня, а у противника, ох, как хорошо сейчас получилось у нас это сделать, там даже Титан в минус улетел, и вот даже в такой ситуации, лучше я прожму овердрайв, не дам доставить его, ну, не дам доставить мяч к противнику, тем самым выиграю время для своей команды, да, может быть, в какой-то степени не совсем разумно, в плане набития нашего опыта, но зато противник не поставит, и я все равно в любом случае, оттянув данный мячик уже до какой-нибудь средней зоны, набью себе свой овердрайв, и уже смогу спокойнейшим образом поставить данный мячик, даже на такой карте, которая, по сути, не является определенно маленькой, да, то есть, если бы данная карта у нас была бы условно песочек, либо сандальчик, то здесь бы мой мамонт бы вносил намного больше импакта, но даже на такой карте, как Йоршир, как сандал, ой, какой я говорю сандал, как Александровск, карту, которую мы сегодня первую сыграли, все равно мамонт нагибает, и все равно он продолжает вносить кучу импактов, просто в нашу игру, и, как вы видите, просто 335 опыта у меня, у второго игрока 200 опыта, это при том, в всем раскладе, то, что он еще переоделся, вижу я мамонта, который тут попытался бы что-то сделать, с бустером наносим колоссально большое количество урона, 92% от нового овердрайва у меня уже имеется, это значит, что мне сейчас надо просто подобрать мяч, парень перекидывает на викинга, блин, ну это было очень неразумно, если честно решение, если бы мячик был бы у меня, вот как сейчас, просто прожимаем овердрайв, и влетаем, 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 даже без нетры, даже без нетры, я просто лечу на доставку, они боятся аж ко мне подъехать, и мы спокойнейшим образом ставим мяч, просто спокойнейшим образом, мы доставляем еще один мяч, 50% к новому овердрайву у меня уже имеется, я вижу, что мячик появляется в правой зоне, я уже просто лечу, мчу, как просто вертолет аппетитно, нагибаторский, и я думаю, что у меня уже есть шансы подобрать данный мяч, даже вижу, что там сейчас викинг будет его подбирать, но в принципе, куда он от меня уедет, вот куда может уехать от меня какой-то викинг, при том всем раскладе, то что у меня имеется страйкер, и конечно же бустер, ну блин, вот к такому меня жизнь, конечно же, не готовила, то что мне сейчас викинга молод, с овердрайвом на викинг, просто размонцует и нагнет, ну ладно, давайте сыграем чуть-чуть от обороны, 50 секунд у нас остается до конца данного боя, думаю, что все шансы поставить как минимум еще один мячик у меня имеются, к слову, мы подбираем мячик, и давайте выдвигаться, давайте выдвигаться, потому что 75% от нового овердрайва у меня уже имеется, наши, конечно же, профессиональные игроки мне мешают, но это нам, в принципе, ни почем, мы сможем сейчас поверху здесь прокатиться, 90% у меня имеется, давайте даже сюда вот немножечко урона накинем, там я так понимаю, что гром пытается просто попасть верх-низом, верх-низом попасть, ну это как-то было явно глупо, мамонт выдвигается на меня, имеется ли он у него овердрайв, да, у него имеется овердрайв, он пытается меня заблокировать, а я хотел так объехать красиво, но не получается здесь, а можно было бы неплохо бы сыграть, если бы получилось здесь объехать, но времени явно было мало, даже при всем том раскладе, если бы я бы просто уперся бы в него, постоял бы, все равно не хватило бы времени на доставку, поэтому я решил сделать такой вот небольшой маневр, Чуть-чуть не получилось вывернуть Но как-то так Заканчивается наш бой 500 опыта зарабатываем мы Второе место зарабатываем в 2 раза почти что меньше Что я могу здесь еще, ребят, добавить? Ну я не могу ничего добавить Просто берите мамонт Идите в регби Начинайте тянуть Начинайте нагибать Начинайте кайфовать Пока все это дело работает Пока эта имба имеется Я отправляюсь на поиски новой имбы Обязательно прожимаем палец вверх Подписываемся на канал, если еще не подписаны Ждем новых интересных роликов И я думаю, что в принципе уже совсем скоро С помощью вашей активности С помощью всех этих наших любимейших движений Я найду новую имбу Покажу ее вам И вы продолжите нагибать за счет наших новых овердрайвов С вами был мистер Ванька Всем спасибо за просмотр данного видеоролика Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok